добрый день друзья уже полгода как у нас находится новая toyota camry на доме 3 уже 22 тысячи километров а значит близится время очередного то но перед этим мы решили махнуть еще на тысячу километров совершить такую пробег по нашим дорогам с полной загрузкой автомобиля то есть нас в экипаже 4 человека полностью загруженный багажник и мы вам расскажем и покажем как машина ведет в такой ситуации добрый день друзья да сегодня мы едем в город днепропетровск за очередным автобусом мы откопали очередного динозавра времен ссср вы нас часто спрашиваете почему мы снимаем и карус или азы пазы где же наши лазы вот как раз мы едем за очень редким лазом которых всего этой модели было выпущено около 9000 но мы пока придержим интригу после будет совершенно другая история и мы все это снимем покажем и будет большой перегон надеюсь без переключения итак друзья мы проехали 300 километров уже находимся под решетиловка это 50 километров от полтавы остановились перекусить точнее поужинать уже сейчас немножко покажем что мы везем багажник и объясним в чем наша загрузка да друзья можете обратить внимание как просела наша машина все почему у нас полный багажник вещей как видите и мы в очередной раз акцентируем внимание что надо аккуратно грузить вещи потому что петли не спрятаны если сюда задвинуем чемодан то он будет мешать если них тренируется сломать да так но у нас два кофра с оборудованием два штатива куча всяких маленьких кофров это по оборудованию потом каждый взял по чемодану по рюкзаку плюс два огромных аккумулятора на автобус может автобус мы приобрели без аккумуляторов поэтому беру взяли сакаруса 2 и как я понимаю как раз на аккумуляторы у нас пришла основная масса веса то есть где-то у нас багажнике порядка 150 килограмм до груза до сотряски до 150 под нашим подсчетом плюс 380 килограмм 4 немаленьких мальчика сидят в автомобиле того у нас выходит парь за полтонны поэтому загрузка автомобиля хорошая вот полная но я думаю как она себя ведет пошли покушаем расскажем в дороге ну что друзья наша тойота проехала уже 20 2500 км ориентировочно в принципе почему мы так долго не снимали да потому что в принципе снимать и ничего машина исправно себя ведет не ломается никаких в принципе мы не получаем дискомфорта с этим автомобилем да то есть не было никаких прецедентов что растут ездят ездят но зато теперь мы можем с вами поделиться некоторыми наблюдениями например по этой трассе мы уже ехали на пустой машине несколько дней назад теперь едем на загруженной и у нас получается расход топлива я вижу примерно на литр больше при полной загрузки но и машинка сама идет потяжелее да на обгонах на обгонах при ускорениях движка откровенно при полной загрузке откровенно не хватает мне кажется 35 было бы и мне что не нравится что то же самое как в италии на место подколола я считаю что грузишь багажник сзади полный салон в машине машина сильно просаживаться если на хорошей дороге это как бы не выставляет дискомфорта в реалиях наших дорог начинает сейчас мы свернем с хорошей дороги на плохую проверим если три дня назад я на ней мог ехать 150 160 километров в час и нигде ни разу ходовую не пробил сейчас посмотрим что будет да к сожалению нас дорог ровных гладких хороших очень мало и поэтому когда едешь с полной загрузкой приходится ехать и аккуратнее и медленнее у нас получается в этот раз да я на сложенный амортизатор у тебя больше раскачка автомобиля идет единство что накат конечно стал лучше расход топлива у нас показал средний это средняя скорость у нас была 140 километров в час то не надо 130 на 140 на доехали 160 не но доехали средняя где-то даже не 140 а 134 до 130 километров в час значит расход у нас показал с полной загрузкой 9,7 литра на 100 километров опять напоминаю что мы заправляли все время у одного и того же сетевика не меняли заправки поэтому топлива обычно 95 на одной на одной то есть на одних и тех же заправка и даже на одних и тех же колонках да поэтому при этой скорости не гружены это два человека два чемодана где-то 1 и 1 1 2 литра было где-то около 9 литров сейчас получается 9 и 7 было где-то восемь с половиной восемь с половиной восемь и шесть вот это в районе прыгала поэтому выходит вот такой расход но друзья если загрузка машины как мы уже поняли влияет на расход топлива тот на что она не влияет так это на воздуховоды в салоне лично меня уже немножечко достает то что нельзя центральные дефлекторы либо закрыть либо сделать чуть потише и поток воздуха оттуда приходится просто переключать поток на ноги и на лобовое стекло потому что как ты не поворачивай решеточку все время дует в руку в бок ну не знаю мне как-то не очень комфортно во первых душу комфортно если ты переключаешь в ноги в руки то выключается режим авто да поэтому как бы вот это огромная недоработка климат-контроля данного автомобиля особенно когда на улице плюс 40 а в салоне стоит скажем плюс 22 комфортно вроде бы температура но когда вот эти плюс 22 дуют тебе в локоть и в бок на протяжении нескольких часов то как-то стрёмно ехать да кстати если вернуться к дорогам нашим действительно не очень скверном состоянии в тоскливом но что я могу отметить что за 22000 ни одного сверчка в машине не появилось в салоне тишина просто читал много комментариев что и кожа здесь плохая и салон гремящий у нас ваши ничего не гремит кожа как было салона так и осталось заключением одной царапины которую поставили да и кстати ты как раз на я начал говорить насчет тишины мы только что проехали довольно такую внушительную колдобину уж машину труханула но при этом не стука не грюка вот опять раз проходит глухо тихо упруго и очень комфортно но я тебе скажу что я к этой машине помню что она не вызывает никаких эмоций это спокойный ровный автомобиль для дядьки степенного ездить на работу с работы возить там семью в магазин на отдых куда-то может быть даже уже как бы и внуков да но для молодежи этот автомобиль не дизайном не повадками никаких спортивных замашек здесь нет но автомобиль реально чем больше на нем езжу тем он мне больше нравится уже еду о своем думаю даже если где-то лежачий полицейский прогавил или какую-то яму я знаю что в принципе никакого дискомфорта будет или какой-то там травмы до этого хотя вот даже эта комплектация на 17 дисках зиму я на них отъездил переобул на летнюю резину когда перебывали в основном всегда прокатываю диски больше где-то он там поведен ударены здесь нет ничего поэтому в принципе машины и довольны дальние дороги такая ходовая не утомляет потому что нету ни тряски не какой-то сильный уж раскачки есть но небольшая в пределах норма терпима то есть никакого дискомфорта действительно не вызывает вот опять же снова вспомнил что сзади сидит я думаю пацанам сзади даже удобнее потому что там сзади кстати так что я считаю что в принципе я не ожидал что на 22000 мне кажется любой новый автомобиль никаких не принесет проблем до каких-то нежданчиков но судя по комментариям перед тем как когда мы выбирали машину до сколько пересмотрели видео как там каких-то каналов ты здраве в дали как частники снимали там свой автомобиль ну очень много было негативного поэтому как бы вот качество упало но если честно сомнения были но я считаю тойота не подвел мои ожидания надеемся что и дальше на нас не подведет ну что друзья мы добрались пункт нашего назначения что можно сказать три дня назад когда мы ехали на автомобиле не загруженным все было окей теперь когда мы ехали с полной загрузкой появился такой момент на дорогах где большая колья мы несколько раз все-таки приложили защита днище до железный лист немножечко уменьшает дорожный просвет но мы все-таки рекомендуем заказывать такую опцию потому что на наших дорогах она бывает очень полезна на и в принципе на при большой загрузке на плохие дороги этот автомобиль не рассчитан даже проскакивали такие мысли если усилить задние пружины тогда машина там когда ты двоем-троем потеряет ту мягкость которую она имеет поэтому в принципе этот автомобиль не рассчитан грузить его картошкой грузить аккумуляторами как по инструментам как мы сегодня сделал вчера сделали автомобиль для перемещения двух трех лиц и двух чемодалов ну а для перемещения огромной компании и больших количествах грузов есть другая техника например автобусы на кстати вот наконец-то мы добрались до конечной точки нашего назначения это город днепропетровск и он стоит за нашей спиной автобус 42 021 93 года выпуска который мы сегодня забираем но это будет совершенно другая история так что смотрите наш канал подписывайтесь и не забывайте мы куем для вас тесты на земле в воде и воздухе пока друзья до новых встреч до новых встреч